Доброе утро! Понедельник продолжается. Спасибо большое за вашу компанию. Ну и давайте перейдем к следующему этапу. Итак, в Могилеве приехал цирк Шапито, белорусского государственного цирка с программой Сафари. И вы знаете, вчера состоялась премьера, это было очень ярко, ну и сегодня хотелось бы об этом поговорить подробнее. И у меня сегодня в гостях заслуженный артист России, руководитель номера «Дрессированная белая тигра» Сергей Нестерав. Доброе утро! И Наталья Майховская, клоунесса. Доброе утро! Здрасте! Ну и, конечно, вот этот очаровательный парень. Представляете, Наталья, как его зовут? Это Сэм. Это Сэм, наш артист, полноправленный член нашей команды. И, насколько я знаю, у него в Беларуси денифист. Да, дебют. Дебют, да. Он впервые вышел на манеж в прошлом городе, в Витебске. Ну и, конечно, вчера радовал могилевскую публику своим творчеством. Ну, кстати, о Могилеве. Вы в Могилеве в первый раз. Вообще, на самом деле, Белгосцирк вообще первый раз поехал по городам. Обычно это Минск, столица, и это наше здание Белгосцирка, Минского цирка. И решили, что пора донести все, что есть в Минске в города Беларуси. Ну, за это вам огромное спасибо. Как впечатления о городе? Делитесь. Ну, скажем так, город мы еще пока не видели и, наверное, пока еще не увидим, потому что премьера. И это, ну, подготовка, это очень много. Занимает времени, практически времени уехать с площадки нет. Понятно. Ну, вот сейчас вы ехали к нам на студию. Да, мне очень нравится, на самом деле, Могилев очень нравится. Мне очень нравится чистота. И, ну, реально, этот город, много церквей, много зелени. У нас потрясающая площадка на Пушкинском проспекте. Стоит перейти через дорогу, открывается вообще этот потрясающий вид на Днепр. А там еще рядом городской пляж есть. Да, да, да. Вот именно там прекрасная локация для съемок, для фото. Вообще просто очень красиво. Ну, для животных хорошо. Просто есть где разгуляться лошадям, есть где разгуляться с собакам, тиграм. Пока они не могут разгуляться, но у них есть свои вольеры, и поэтому они гуляют в вольере. То есть город вам понравился. Это хорошо. Так, давайте перейдем к вашей программе. Она называется «Сафари». Почему именно так? Вы знаете, на самом деле, это язык суахили. Это, на самом деле, не охота, ничего. Это прогулка. Путешествие, язык суахили, это просто перевод. Поэтому придумали так. Во-первых, много животных, большое количество животных с разных континентов. И второе, ну, это разнообразие жанров, то, что присутствует в программе. То есть вы приглашаете зрителя в настоящее путешествие? Да. Путешествие на планету цирк, как мы говорим. Ну, здорово. Вот давайте как раз немножко и поговорим о программе. Расскажите, вот какие сюрпризы артисты приготовили для зрителя? Ну, часть уже видели вчера. Ну, прежде всего, это, конечно, масштаб. Наша программа все-таки это государственный цирк, да, это совсем другой уровень шоу. В регионах такого еще не было. Это, что немаловажно, оформление тоже цирка, потому что потрясающее световое, звуковое оборудование. Таким не может, ну, похвастаться никто. Вот. И, конечно, это уровень артистов. То есть все, кто вчера выступал на Манеже, это лауреаты многочисленных цирковых фестивалей, да. То есть это артисты очень высокого профессионального уровня, чем Белгосцирк, несомненно, конечно, очень гордится. И я надеюсь, что вот в период наших гастролей люди смогут прийти и действительно понять, да, что такое... Настоящий цирк. Как он есть везде, как он принят везде, как в статанарных зданиях у нас такой же 12-метровой манеж, как это принято в нормальных цирках. Ну, так удобно и работать для лошадей, прежде всего. Ну, и для... Которые тоже есть в нашем шоу. Ну, сейчас мы тоже об этом поговорим. А вот, кстати, сколько артистов задействует всего? Ну, команда порядка, наверное, 25 человек на площадке. Ну, и плюс на нас работает административный ресурс всего Белгосцирка. Это порядка еще 200 человек, которые занимаются... Что это больше? ...занимаются питанием, занимаются нашими гастрольными... Корма для животных поставляются из Минска напрямую. Да, специально в автобусе подвозят. У нас привозят, да, мясо привозят, да, и продукты все привозят с Минска. Ну, то есть все очень серьезно. Да, можно. Ну, не знаю, хотелось бы, чтобы этот проект жил. Это пилотный проект, это начало. Еще много каких-то широковатостей, нюансов. Я думаю, что мы еще будем в процессе. Но мы хотели сразу, изначально Белгос хотел, чтобы... Зовите себе вот прям... Ну, мощно. Да, да. Чтобы запомнили. Хорошо. Наталья, вы пришли вот с Сэмом в гости. Сэм вчера был великолепен. А скажите, что он умеет? Сэм... Ну, вообще, он представитель породы бордер-коли. Да, Сэм. Вот. И считается, что это самые вообще умные собаки в мире. То есть, там, какие-то даже, если соревнования... То есть, это не овчарка? Нет, овчарка. А, да, да. Это... Они относятся к овчаркам. Вот. Ну, конкретно к нему, конечно, есть вопросы. Может быть, это какая-то общая статистика, я не знаю. Не, ну, в целом, очень, конечно, они классные, очень живые. Вот, собаки. И... Ну, и у нас, как сказать, в нашем шоу, чисто вот в моей команде, у меня пять собак всего. И я не делаю такую прям вот дрессуру-дрессуру, да. Они все больше как актеры. То есть, у них у всех свой характер, своя роль. Вот. У нас есть там Став Марша, она такая брутальная. У нас есть огромный док, два маленьких попиончика. То есть, они такие шкоды, да. То есть, и мы... Нет, у нас номер поставлен так, что животные вот выходят и начинают там исполнять трюки там по команде. Тут сидеть, тут лежать. Нет, это совсем... То есть, это игра какая-то происходит? Это сценка, да, где каждый выступает в своем роли, и трюки больше вписаны туда, нежели, ну, как бы, вот трюк ради трюка. Это как бы вот такая постановочная история. Ну, это очень мило смотрится, это очень гармонично, и видно, что четвероногие артисты работают в удовольствии. Да, Сэм? Да, сплошная радость. Так, а вот какие еще четвероногие артисты, Сергей, работают? Ну, первое, работают наши обезьяны-капуцины, что на самом деле, я думаю, что Андрей единственный, кто с капуцинами работает, именно вот только капуцины. Они достаточно нежные животные, и с ними очень нужно, как бы, аккуратно по содержанию, по всему, такие нежные создания. Белые тигры, естественно. Ну, собачки. Собачки. Гуси. Гуси. Гуси, конечно, это мои тоже подопечные, да. И лошадь. Да, у нас прекрасный номер в жанре высшей школы верховой езды. Вот, достаточно сейчас очень-очень редкий жанр, тем более в хорошем исполнении. А у нас этот номер сделан как симбиоз танцевального искусства, потому что у нас также есть балет. Продолжаем наше утро. У меня сегодня в гостях заслуженный артист России, руководитель номера «Дрессированные белые тигры» Сергей Несеров и Наталья Майхровская, клоунесса. Это цирк «Шапито» Белорусского государственного цирка. Ребят, приехали к нам с гастролями, мы уже много чего интересного выяснили, и давайте продолжим наш разговор. Сергей, я посмотрел ваше выступление с вашими подопечными, белыми тиграми, но это настолько удивительно. Скажите, а как это у вас так получается? Когда огромное, ну, 250 килограммов, или даже больше, да? Ну, самец за 200, у меня есть за 200 самец. Два самца, да, по 200 с лишним килограмм. И я видел просто, как они садятся на задние лапы и начинают прыгать назад. Это невероятно. И как вы спокойно с ними общаетесь, это же все-таки хищники. Вот расскажите о вашем номере. Ну, прежде всего, наверное, это, опять же, элементы, наверное, взаимопонимания, элементы игры, немножко другое, другое. И как все привыкли, что дрессировщик, это должен быть упротитель. Ну, с хлыстом таким. Там такое, там, палки, хлысты и прочее. Я люблю, когда меня называют там коуч, да, то есть это тренер. Я, прежде всего, тренирую. Там, учитель, тренер, как угодно. Но это немножко другое направление. И именно направление в дрессуре взаимодействия с животными на таком, не на подавляющем, а именно на интересе какого-то для них. Для них, если интересно, они будут делать. Если не интересно, поверьте мне, белые тигры, если не интересно, они развернутся и все. Ну, я видел просто, когда они сидели на тумбах, два сидели вот ровненько, а два пытались это прикорнуть. Ну, на самом деле, белые тигры, это же ошибка природы, на самом деле. Ошибка природы. И люди поддержали эту ошибку. И искусственно вывели остальные животные. И у них есть, ну, много разных, не то чтобы по того, где, но по роду идут. Ну, это особенные животные. Да, оно в природе не выживает. И в природе просто нет. Они вот, ну, искусство выведенное. И у них есть особенности. Они или очень флегматичные, или очень агрессивные. То есть у них от флегмы в агрессию сразу переходит. Один прыжок. У них нету вот этой нейтральной скорости, как я это всегда говорю, нейтральная скорость, где обычное, нормальное поведение обычного тигра. То есть они спят, потом ты их разбудил, говорит, а, вот так. То есть заставить их что-либо делать прямо быстро или что-то еще. Они флегматичные, они самодостаточные, я их называю. Вот давайте продолжим дальше, говорить об афише. Вот там заявлено, там говорится об экспериментальном, а точнее экстремальном и экстремально танцевальном шоу. Это что такое? Ну, во-первых, это наш... Артист. Артист, метатель ножей, топоров. Очень редкого жанра. И это действительно номер, он называется на острие ножа, и это действительно так. Потому что он выступает с партнершей, и у них... Ее привязывают к колесу? Ну да, да. Она встает на колесо, он ее раскручивает и мечет ножи. То есть при этом, что мне особенно нравится, они оба еще имеют хореографическое образование, да, и это все сделано в ритме танца. То есть это настолько прекрасный для восприятия номер, это настолько... Ну да, гармонично, но и опять же... И в то же время ярко и опасно. Ну, вы говорите, у меня даже сердцебиение участилось. Победитель всех этих год талентов. Да, он участвует по всему миру на программах талантов, телевизионных шоу, и всегда он в топе. Потому что действительно это никого не оставит. Ну, я, честно говоря, даже не могу смотреть. Я вот очень боюсь. Я уже про что и говорю. То есть смотришь, и ты понимаешь, ну, одно неловкое движение, и ой. Так, а экстремально танцевальное шоу, это тоже вот... Это вот, это про этот номер. Хорошо. Вот есть номер в программе с участием вот этих самых обезьянок-капуцинов, и в описании я еще это подметил. Номер, говорится, они демонстрируют вокальные данные. Они что поют, что у них в репертуаре? Ну, и поют, и играют. Они поют и играют на музыкальных инструментах. Кстати, тоже редко такое увидишь. Сэм разошелся. Он просто, он сейчас говорит, я звезда здесь. Какие капуцины вообще. Посмотрите, посмотрите на меня. То есть это увлекательно? Да, я, ну, обожаю этот номер. Во-первых, у него оригинальный реквизит. То есть такого нет. Он очень объемный, масштабный. Там и машинки, и все. Дети просто всегда в восторге от этого номера. Потому что, ну, надо просто увидеть. Ну, сами капуцины, это же вот во всех фильмах, во всех этих самых капуцины, в основном, те вот шкодные обезьяны. Вообще много мимики на лице. Вы знаете, я полосатый рейс вспомнил сразу. Да, да, да. Это что-то из этого. Это про нас вообще. Я понял. Вот смотрите, вопрос, который волнует всех зрителей. Фото-видеосъемка в цирке разрешена или там запрещено все? Мы ничего не скрываем, на самом деле. Категорически разрешена. Да. Ну что ж, спасибо за такое дозволение. Ну и вот расскажите, программа, она у вас длится сколько? Чем можно занять себя в антракте? Программа длится порядка двух часов. Антракт порядка 20 минут, 20 минут. Да, ну как в обычном стационарном цирке существует. Можно сказать, буфет. Буфет, можно делать променад белым тиграм. Посмотреть, как они живут. То есть все оно сделано для того, чтобы зритель не скучал и даже в антракте. Сувениры. Фото-зоны. Фото-зоны. Ну то есть все, все, все это присутствует. Все в достатке. А с Эмом фотографироваться можно будет? Конечно, если он разрешит. Все понятно. То есть надо волшебное слово еще. Да, да, да. Это надо согласование пройти. Ну и по традиции. То есть комплименты для зрителя существуют какие-то? Там, условно говоря, принять участие в каком-то номере, то есть интерактив такой. Либо, допустим, пятому зрителю Кока-Кола в подарок. Нет. Дело в том, что чуть-чуть другой уровень. Мы никого не тащим никогда на манеж. Ни над кем не смеемся, не издеваемся. То есть многие люди, вот особенно, да, я работаю в жанре клоунады, и часто очень они меня видят, только вот начало, да, моего выхода, и инстинктивно вот так вцепляются в подлокотники, потому что многие люди этого боятся, когда клоуны начинают тащить их на манеж, да, ну, как-то над ними смеяться. То есть у вас все по-семейному? У нас такого нет. У нас клоунский дуэт, и мы существуем больше в таком своем мире, люди за нами наблюдают. Но что хотелось бы сказать, вот чем меня очень сильно пленил именно белорусский зритель, потому что я так до этого, ну, гастролировала по всему миру со своей семьей, вот. Люди очень воспитанные, они не уходят вообще никогда, то есть бывает часто в конце, когда артисты еще в манеже, люди встают и начинают там выходить. Такого вообще нет. И чем, как бы, возможно, это, конечно, комплимент от зрителя нашей программе, но в конце они всегда все встают, весь зал. Это такой восторг. Вот мы сейчас были в Витебске тоже на гастролях, вчера на премьере. Просто когда весь зал встает и стоит, тебе аплодируют. Это фантастика. Ну что ж, зрители, это вам комплимент. Так что добро пожаловать в цирк Шепито на программу «Сафари». Как долго вы будете у нас в Могилеве? И я думаю, что будем порядка, наверное, трех-четырех недель. Зависит от того, от дальнейших наших гастролей, переездов, насколько будут технические какие-то моменты. Но гарантируем. Три недели точно гарантируем. Я думаю, что и четыре. Если так дальше у нас зритель пойдет, то будет... Здорово. Будем продляться и продаться. Это хорошо. Тем паче вы попадаете на День города Могилева. Ух, конечно. Да, у вас тоже будет такой большой праздник. Ну и по традиции, ваши пожелания нашим телезрителям. Пожалуйста. Ну, хотелось бы пригласить, чтобы никто не упустил такую возможность побывать в настоящем цирке. Именно посмотреть настоящих артистов и настоящую программу. Приходите, не пожалеете. Наташа, вот. От себя. И от Сэма. И от Сэма, да. Вашему прекрасному городу. Мы очень в большом-большом восторге. Очень красиво, чисто, вообще гостеприимные люди. Приходите в цирк, любите цирк. Максимально хлопайте, отдавайте свои эмоции артистам. Потому что чем больше вы дадите, тем больше вы получите. Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. Встречаемся у вас на вашей локации. Это Пушкинский проспект, парк аттракционов рядышком. Так что не упустите возможность получить вот эти удивительные, настоящие эмоции. Программа Ранюхонька продолжается. Будьте рядом.